Мечта всех мужчин нашей страны, Анфиса Чехова, еще пару лет назад открещивалась от брака и домашних забот. Сейчас семьянинка и мама Анфиса гастролирует по России и дает мастер-классы о том, как стать успешной. Поговорила Чехова из ЕТВ о семье, карьере и секрете женского счастья. Я там, где я востребована, где люди мне предлагают интересные проекты. В России, к сожалению, уже который год, мне приходится постоянно отказываться от проектов, которые мне предлагают, потому что никак не может в России взгляд на меня поменяться. Мне все время предлагают что-то, связанное с сексом, вести бесконечно. Я уже себя в этом амплуане вижу, все, что могла сказать по этому поводу, я уже сказала, и ничего нового мне в голову не приходит. Я веду пост-шоу «Холостяк», и это никто до меня не делал, потому что у нас в России «Холостяк» появился только после украинского, и плюс там нет пост-шоу. В общем, то, чем я занимаюсь на Украине, я занимаюсь в индивидуальном порядке. И меня именно благодаря этому шоу на Украине полюбили и узнали лучше, не только как ведущую программу о сексе. Что касается «Давай поженимся», то я никогда не видела российский вариант, поэтому я делаю это по-своему. Для меня это новый проект, я уж точно себя ни с кем не сравниваю. И очень надеюсь, что зритель будет смотреть программу, потому что она ему интересна, а не для того, чтобы меня с кем-то сравнивать. Я не сводница, я не хочу поставлять товар. А сводничество – это всегда деньги в обмен на товар. Лестерман торгует лохматым золотом и не скрывает этого. Тут к любви и к каким-то таким понятиям, которые мне близки, малое отношение имеет этот бизнес. Это скорее больше к проституции даже отчасти. Поэтому мне это не близко, я этим никогда заниматься не буду. Я лучше буду по-прежнему бескорыстно помогать своим подругам, приятельницам и всем, кто подвернется мне под руку, встречать свою любовь. Потому что для меня очень важно, я не знаю, это какая-то потребность, знаете, как вот рождается человек, вот он не может не петь. Вот даже если его никто не слушает, он все равно поет в душе, еще где-то. Вот у меня такая потребность какая-то, вот в этом плане помогать. Если взять, предположим, западных звезд голливудских, то мы видим, вышел фильм. Но никто не знает, в какой стране он снимался, потому что часть фильмов снимается в Австралии, часть в США, часть в Англии, часть снимается во Франции, часть еще где-то. Производство разных кинокомпаний. А мы смотрим голливудский фильм, о, актер работает в Америке. На самом деле он работает в разных, скажем так, странах. И съемки он может там год прожить в Австралии, еще год, еще где-то. Но мы не видим этого, потому что фильм для нас все на одно лицо, все американский. Психологи уверяют, что для того, чтобы ребенок рос счастливым, их как бы и не нуждался в родительской любви, то есть не чувствовал, скажем так, нехватки родительской любви, ему нужно уделять хотя бы полчаса полноценного общения в день. Очень часто мама и папа могут целыми днями сидеть с ребенком, но при этом не уделять ему времени полноценного. Сделать свои дела обычно так бывает. Вроде бы с ребенком ты торчишь целый день дома, но при этом ты смотришь телевизор, ты готовишь еду, ты делаешь свои домашние дела, ты сидишь в компьютере, а ребенок как бы просто рядом с тобой. На самом деле ребенку нужно уделять время, вот прям вот сел и занимаешься только им. И этому времени полчаса в день достаточно. Поэтому я не знаю такую работу, во время которой я не смогла бы, да какие полчаса, час-два уделить только ребенку, чтобы побыть только с ним, поиграть с ним, посмотреть, покушать, покормить, пообщаться. Я такой работы не знаю. Если мне предложат лететь на другой конец света, где просто опасно для маленького ребенка, то, конечно, я откажусь. Если мне предложат ехать в город, где может спокойно ребенок жить, я просто поеду с ним. А так, чтобы отказаться от проекта, потому что я должна сидеть дома и быть сыном, мне кажется, это и неправильно. Ну, каждый из своих талантов, домохозяйки я не талантливая, потому что я как-то с детства никогда не малаею. Это не мое амплуа и ни круг моих интересов в домохозяйстве не лежит. Хотя не могу сказать, что я мало времени провожу дома. Я довольно часто бываю дома с ребенком. Просто сидеть на месте и забросить все дела – это не моя карма. Я противница рамок. Противница, чтобы все люди были одинаковыми. Чтобы они все были выкроены на один лад. Чтобы они все старались быть не тем, кем они на самом деле являются. Я неоднократно говорю, что вот как у собак есть породы, так и у людей есть породы. И французский бульдог никогда не сможет стать русской борзой, да, потому что у них разные породы. То же самое и тут. Есть порода девушек худеньких, которые даже когда объедаются, они не получают такого количества килограммов. А есть девушки, которые вот просто, чтобы не делали, но они вот плотненькие. Я против того, чтобы навязывать всем стандарты, чтобы эти девушки комплексовали, чтобы они чувствовали себя несчастными, не могли устроить свою личную жизнь только из-за того, что они не соответствуют стандартам. Я продвигаю размер плюс сайс, потому что я сама этого размера. И мне это близко, и я как-то всю жизнь к этому так легко относилась и многого добилась, несмотря на то, что я нестандартная. И меня очень много встречают девчонок, которые меня спрашивают, «Анфиса, как вам удается? Вот я комплексую, а вот я стесняюсь своей фигуры. Вот мне кажется, вот если бы я была худая, я бы всего добилась». И вот я сначала отвечала на эти вопросы в частном порядке, а потом решила как-то в целом взять и создать такую волну. Потому что кто-то же должен создать волну для того, чтобы наконец все вокруг поняли, что люди должны быть разными, что не должны быть все в какие-то рамки загнанные. Поэтому я люблю очень худышек, я люблю толстушек, я люблю разных. Я вообще люблю, когда люди разные. Нужно научиться себя любить со всеми своими недостатками. Вот это очень важно, принять себя такой, какая ты есть. Потому что на самом деле можно сколько угодно худеть, заниматься своей фигурой, ходить в зал, качаться. Но если это все будет сделано на фоне любви к себе, то результаты будут шеломляющие, и их можно будет сохранить. А когда девочка пытается убежать от себя, ненавидит себя за свою полноту, и всячески ее изгоняет, как бес из себя, из иди в полнота, то в итоге полнота все равно возвращается. Потому что тело, оно всегда, как рогатка, оттянуло, вроде бы оттянуло, а потом только отпустило, она тебе бьет в лоб. Потому что так уж устроена человеческая психология, что только полюбив свои недостатки, ты сможешь от них избавиться, предположим. А если ты будешь это делать от ненависти, ой, ненавижу свой жир, сейчас я его изживу, ничего не получится, он будет нарастать еще больше, еще больше. То, от чего мы бежим, то мы и получаем. Я знаю женщину, которая далеко не красавица, но она каждый раз, когда говорит о себе, она это вот говорит с любовью. Она все время мужчине говорит, «Господи, как тебе повезло, тебе такая женщина досталась». При этом имеет далеко не худые формы, довольно пышные. Ни один мужчина никогда ей не сказал, что что-то не так, давай худей. Или имеет далеко не молодое, далеко не красивое лицо, мужчины все... Она от мужчин слышит только, что она самая красивая. Почему? Потому что она сама в это верит, она сама в этом убеждена. А мужчины, они считывают наши комплексы. То есть, если женщине что-то в себе не нравится, всегда будет попадаться ей мужчина, которым тоже будет в ней это не нравиться. Советую всем девушкам начинать с этого дня любить себя. Просто подходить к зеркалу и действительно, как в фильме говорить, я сама обаятельно-привлекательная. Кому же такая красота достанется, как же повезло мужчине, который будет со мной рядом. Каждый день это положительное внушение, оно однажды запишется на подкорочку, как английские слова мы учим. Вот так же. В один прекрасный день мы уже не задумываясь, вдруг ощутим, что так оно и есть. И тогда все будет у наших ног. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok